90501 для вас. Если вы считаете, что нужно распустить и 11-й Сейм, а заодно неплохо было бы разогнать и нынешний кабинет министров, и вообще все, что народ называет властью, 90501-322, это телефон для вас. Если вы считаете, что нужно еще что-нибудь распустить, например, слухи о девальвации ЛАТО, история показывает, что говорить об этом можно, и Смирнов в тюрьме сидел зазря, я об известном экономисте, это телефон 90501-323 для вас. Мамикин Сет, ТВ5ЛВ, для тех, кто любит что-то пописать, и 6735-7431 для тех, кто любит позвонить и сказать. Господин Димитерс, зачем вы шли в Конституционный суд вместе с товарищами-единомышленниками, и почему вы хотите, чтобы на предмет соответствия самому главному закону страны Конституции был рассмотрен знаменитый указ номер 2? Ну, во-первых, я решил первый раз в жизни обратить внимание на Сатверсм, я же все время живу, как бы так, и думаю, надеюсь, что Сатверсм должны знать кто-то лучше меня, например, судья там эти Сатверсм. Я решил сам посмотреть, неужели там все было так складно, почему там писали, что будто там что-то не по закону. И нашел такой пункт, в котором я в своем блоге там опубликовал, что президент может, когда он распускает Сейм, он должен нести ответственность до последнего момента, пока будет референдум. И если народ проголосует против распуска Сейма, тогда отпускает от должности, то есть президента. Я обратил внимание, как он может нести ответственность до конца, если он ушел вообще, ну, то есть его время кончилось 7 июля, а референдум был 23-го. Ну вот политологи отметили сразу этот хитрый расчет господина Затверса, что что бы ни произошло, он уже как бы и не президент. Ну да, но это же все-таки незаконно. То есть я на это в основном обратил внимание и написал в своем блоге. Тогда меня нашел Дима, он предложил, что вот у нас такой пункт. Я думал, ех и... На самом деле у нас, извини, что перебил, у нас с командой альтернативного выбора была своя теория по поводу несоответствия указа номер 2 с Атверсмой. Мы ее довольно длительное время прорабатывали, искали несоответствия, нашли, свели все воедино и тут нашли блог Каспора Димитреса. То есть вы даже не были знакомы, если вы не Затверс, вы бы, может быть, и не встретились. Да, да. Но ведь есть польза от нашего президента. Ну да. Людей объединяет реально. Пока и бывшие. Да, русские и латыши идут на встречу друг друга. Хорошо, вы юристы по образованию господин Димитрес, господин Чебуков? Вы профессиональные специалисты по конституционному праву? Я профессионально окончил вечерную школу, то есть, да, по знакомству, кстати, да. Так что, если я могу найти что-то несовпадение, ну, может, я не так читаю, может, надо как-то повернуть это с Атверсмом, как-то читать, ну, так, ну, вот, наоборот, читать. Или с другой стороны, на свет так читать. Может, так надо? Я не знаю, просто, и там по черному, в белом написано, что президент, то есть, президент не может распустить сейм в последние годы своего, ну... А вы все статьи с Атверсмом прочитали? Ну, я почти все прочитал. Помните 48-ю статью о том, что действительно у президента есть такие полномочия выразить свое недоверие сейму, но в любом случае это должно быть утверждено на референдуме. Ну, подожди, но это же часть, это же часть его. Часть. Ну, потом, в другом пункте же написано, когда он может это делать, и когда ему нельзя это делать. И, да. На самом деле, там речь идет просто о двух якобы разных понятиях. Сайма с Атлайшена, то есть, увольнение Сайма, которое имеет право инициировать президент, и Сайма с Атсоукшена. Отзыв, как бы, наверное, в русский. Отзыв Сайма, который проводится по инициативе жителей Латвии. Но дело в том, что есть прямое соответствие. Процедура-то одна и та же. Единственная разница, она описана вот в 50-м пункте Сатверсма, насколько я помню. И заключается она в том, что если на референдуме народ проголосует против отзыва Сайма, против увольнения Сайма, Сайма с Атлайшена, то президент считается автоматически уволен. Ну, нет ли у вас ощущения, что вы, как Дон Кихот, боретесь с ветряными мельницами? Почему? Потому что референдум все утвердил. А если посмотреть сейчас онлайн-голосование, 149 человек за эти неполные 7 минут проголосовали за распуск 11-го Сейма и всего состава правительства. Один за восстановление 10-го Сейма, ну и один за третью позицию. Вот у вас математика, к этой секунде уже 158 человек. Эта математика очень простая и она обусловлена тем, что люди, по большому счету, недовольны действиями тех, кто стоит сейчас у власти. И это факт неоспоримый. И наши действия в данной связи, вот это оспаривание указа номер 2, как раз и призваны, во-первых, к тому, чтобы восстановить справедливость, во-вторых, чтобы привлечь широкое внимание общественности к вопросам несоблюдения законов высшими лицами государства. Хорошо, предположим, предположим, это один из сценарий, пусть они рассматривают как давление на Конституционный суд, но суд Саттлорсма скажет, не прав был Саттлорс, не имел он, противоречит его знаменитый указ номер 2 Конституции. Кто будет виноват в этой ситуации? Саттлорса нужно вернуть в президентский замок, чтобы его потом уволить? Отмотать историю назад, отменить все решения 11-го Сейма, все решения правительства Домбровскиса, все решения всех министров и так далее? Ну а как же, если в прошлом году кому-то отрубили голову, в этом году нельзя сказать, что это уже было в прошлом году, прошло времени, что-то его судить, он же пусть живет человек дальше. Я думаю, что такое беззаконие, просто это вызвало цепь беззаконий. Когда Саттлорс вчера, по-моему, спросили по поводу этого нашего заявления, он ответил примерно так. Ну как же, атмосфера политическая в государстве же изменилась, сейчас видите, олигархи уже не управляют государством, то есть все к лучшему. Действительно нету Шлессерса, Штелла, а Лембергс очень, так сказать, загнан буду. Ну да, играет, как играет, это ясно, но как народ реагирует? Ему все равно, мало ты Заттла, что отпустил, нам все вот давно уже тут сидели, мы тебя защищаем, мы за тебя все проголосуем, правильно ты сделал. Ну там же, ну в законе написано совсем другое, что происходит, если по закону, это по-моему, по человеку, который кончил вечернюю школу. Это значит и арка арцвелэшенс незаконные, значит таким образом он сделал такой своеобразный переворот в государстве, к власти пришли незаконно, взяли власть люди, которые сейчас у власти, все остальные действия незаконные. Даже действия Линдермани, сейчас очередной референдум. К референдуму вопрос тоже поступает, спрошу, спрошу, смотрите, у нас до указа номер два премьером был кто? Домбровскис. После указа номер два при перевыборах Домбровскис. До указа номер два спикером кто был? Аболтыни. После Аболтыни. Ну и так далее, там даже есть целые чиновники. Отпустили тех, которых и потом приняли обратно. А почему вы что считаете, что там был законный Домбровскис, а здесь незаконный? Там была незаконная Аболтыни. Я считаю, да, это последствия незаконного, одного шага, все остальное у нас сейчас незаконно. Я так представляю. Мы считаем, ну, политическая сила альтернативный выбор считает, что из-за этого незаконного решения, на наш взгляд, Валдеса Заттлерса, произошло следующее. По сути, ничего, кроме попадания партии реформ Заттлерса в Сайм, не изменилось. Ничего хорошего, кроме плохого, народ от его решения не получил. Никаких фундаментальных поворотных моментов, о которых говорил Валдес Заттлерс вчера, не произошло. То спрашивается, почему... Ну, как не произошло, олигархов нету, политика более прозрачная, коалиция права, Тесельскому коалиции, у власти сейчас, как они сами себя называют. Многие решения действительно принимаются в несколько другом политическом климате, говорят политологи. Разве не согласны с этим? Андрей, ну там, это... Разница для простого человека. Это климат у них там, там внутри такое какое-то. Они там ссорятся, там языковые вопросы, проблемы. Они там всем показывают, что у них там конфликт. Вдруг они показывают, ставар, плац, супер, плац, согласились, мы в куларах там начали, там все будет нормально, на улицах выходить не будем. У них там, это их атмосфера, это их климат. То, что творится в государстве, то, что в народе творится, народ уже там вообще кровь плакает, да. Там, че-то симптомат пропадает с лица земли, там. Пропали 309 тысяч людей. Это же, когда 41-го, 49-го вывозили, получается вместе 52 тысячи. Ждастесь, геноцид за последние 10 лет в Латвии произошел именно на 5 раз больше, как это было в те годы. Сталинские времена. Янис из Даугу впился, дозвонился до нашего прямого эфира. Янис, добрый вам вечер, прошу вас. Добрый вечер. Янис, у вас там что-то пищит, наверное, у вас телевизор параллельно работает, но продолжаем говорить. Выключил слышно, да? Сейчас, да, лучше. Добрый вечер. Добрый. Указание, что это было правильно. Правильно, да, все-таки? Да, это было правильно. Но оно не оправдало себя в дальнейшем. Народ сослел для того, чтобы 11-й СМ распустить. Если не было... Значит, ретерендум обязательно. И 11-й СМ распустили бы. И сейчас надо следующий шаг делать. Надо распустить 12-й СМ, и обязательно его надо распустить. Господи, Янис, 12-й надо избрать для начала, чтобы потом его распустить. Вы уже... Изменить избирательную систему. Изменить избирательную систему. Кто не слышал, значит, Янис говорит, что правильный шаг Заттлерса, и в дальнейшем нужны дальнейшие шаги. Кстати, сказать, точку зрения Яниса, по крайней мере, не про 12-й, пока еще на недействующий 11-й СМ разделяют онлайн-аудитория. 314 человек к этой секунде. За то, что и правительство, и 11-й СМ тоже нужно отправить на свалку истории. 6-7-3-5, 7-4-3-1, всем остальным. Надо было президенту, написал Василий, самому объяснить, за что он распустил СМ. При этом сейчас с этими олигархами он же сидит в коалиции. А вот что написал Иву. Вам, господин Димитерс. В Саттлерсме написано, что суверенная власть принадлежит латвийскому народу, которая и реализуется, распуская СМ и так далее. В чем же, в конце концов, это нарушение Конституции? Не злится ли Каспарс именно на то, что партия священников или шлесаристы сейчас не попали в Сейн? Может быть, в этом причина и мотивация вашего похода в Казиционный суд? Немножко глупо так вообще сдвинуть. Я не говорю про то, что народ, право народа, то есть и голос народа, это, конечно, выше всего. Но предыдущий шаг. Конечно, надо, хорошо, народ решил, надо убрать их, убрали. Но решение же по закону должен принять законный президент. А он этого не сделал законным образом. Что это за государство? Что это за сатверстие? Что там, может, там, с отверстием с ответственность, этот главный, может сказать, а это там политическое решение. Кто должен лучше знать законов, он или я? Дмитрий вас поддерживает, в смысле, у меня наш герой в студии, автор электронки еще одной. Если признать незаконным, что те депутаты, которых распустили незаконно, теперь они могут претендовать на компенсацию за незаконное увольнение. Вот явно человек работал помощником у предыдущего депутата. Олег написал, не понимаю, что будет при распуске очередного 11-го сейма и правительства. Чем было лучше или хуже во время правления предыдущих сеймов? Мне кажется, что хоть сотни сеймов меняй, мало что изменится в плане финансового кризиса, безработицы и прочих проблем. Согласны. Да? Согласны? Конечно, не согласен. Так, может быть, тогда, в принципе, нужно менять о системе печься, о смене системы образования, о чем говорил Янис из Далгов Пилса. И, ну, кардинально менять систему, потому что, ну, если от депутатов так мало зависит качество жизни бабушки в умирающей Латгальской или Курзумской деревушке, правильно? То меняй, не меняй эти сеймы, это не решение проблем. Ходи, не ходи в Конституционный суд, это не решение проблем. Согласны? Ну, конечно, согласен. Там же, в основном, это, ну, надо обратить внимание, наконец-то, на систему, в которой мы жили 20 лет. То есть, все это политическая, не только политическая атмосфера, но не климат, а вся система, как она работает. Кому служит государство, народом выбранное, и каким образом выбранное, через какие там манипуляции и так далее. Ну, кому служит, какую пользу несет латышским гражданам и негражданам несет банковская система Латвии. То есть, кому служит государство, что она допускает, что она допустила, что делать со всей экономикой в Латвии. Ну, почему у нас, как бы, мы открыты к Западу, давай воруйте оттуда нас всех, да, вот, а с Востока воровать вот не позволим, да. Давай сделаем открытую какую-то позицию, мы же в центре, мы же на перекрестке, ну, поменять всю полностью, все отношение к экономике, политике, мы на перекрестке, мы должны, там ресурсы, там рынок. Ну, давайте приезжайте сюда на конференции, будем там смотреть дела, у нас тут будет банк для вас специальный бассейн. Слушайте, вот вы сейчас реферативно, реферативно, очень коротко повторили все последние доклады премьера Домбровскиса, его предшественника Годманиса, Репши, вот все говорили про Шлессерса и всех остальных. Все говорили про перекресток путей, про конференции, про контакт Востока и Запада, про мост между двумя цивилизациями. Ну, значит, что же значит? Ну, все. Да, я был не согласен по той простой причине, что в Латвии у власти человеческие силы задача...